Без приключений у нас жить не получается, ввязались в новую авантюру. В WhatsApp мне пришло сообщение от незнакомой женщины. У нас в районе уже месяц живет бездомная кошка, у нее болтается лапа, видимо, поломана. Узнав, откуда эта кошечка, я, честно говоря, удивилась. Махачкала, Дагестан. Но мы-то в Курске. Женщина говорит, может, вы ей поможете? Я была озадачена ее просьбой, ведь на мне и здесь за тысячи километров от Дагестана 220 животных, часть из которых больные и инвалиды. И вообще мне сложно понять людей, которые месяцами наблюдают, как покалеченные животные погибают на улице и даже не пускают их домой. Я не знала, каким образом на расстоянии помочь бедному животному и попросила ее, во-первых, забрать кошечку домой, сделать видео и свозить на рентген, как минимум, чтобы понимать, насколько там все запущено. При этом я пообещала, что все оплачу. Но, поняв, что ей тоже придется как-то подсуетиться, моя собеседница не очень обрадовалась. То времени нет, то ветеринария плохая, то окружение не поймет, что она с какой-то кошкой возится. В общем, я с горем пополам уговорила ее сделать рентген, и то почему-то в человеческой клинике она сказала, что в ветклиниках этого не делают. Тем не менее, рентген показал сложнейший перелом, который требовал незамедлительной операции. Но по настрою женщины было понятно, что заниматься на этом не будет, и на это есть 33 причины. Домой кошку она взяла на пару дней, но в очередной раз написала «Думаю отпустить кошку обратно на улицу, потому что у меня из-за нее с мужем ругань». В общем, все как всегда. Получив смазанное видео длительностью в пару секунд, я поняла, что дело совсем плохо. Тощая кисонька с трудом ковыляла на трех лапах, и кажется, уже была жизни не рада. Женщина сказала, она уже свыклась с болью. Звучит это, конечно, ужасающе, как можно привыкнуть к постоянной адской боли. Я не думаю, что она свыклась, просто уже не надеялась на спасение и смирилась с тем, что находится в плену. В плену всеобщего людского равнодушия. Страшно даже представить себе, что испытывает несчастное животное, которое столько времени ходит с осколочным переломом. Мне было безумно жалко кошечку, я понимала, что там ей никто не поможет, но и не знала, что с этим делать. У них там вообще отношение к животным очень своеобразное. И тут нас посетила мысль позвонить давней знакомой Фатиме, которая тоже живет в Махачкале. Постоянные зрители, возможно, еще помнят историю слепого бикинесса Шарика, которого мы спасали в Дагестане год назад. Тогда-то мы и познакомились с Фатимой, которая нашла его на улице в жутком состоянии. Но и спасение Шарика было задачей не из легких, все-таки не ближний свет. А сейчас у нас и ехать некому в такую даль. Но я очень боялась, что Киска в скором времени все-таки окажется на улице, раз такие мысли уже посещают женщину, от которой напрямую зависит ее жизнь. Да и вела она себя странновато. Ни здрасте, ни спасибо, ни до свидания. И это при том, что я оплачивала каждый ее шаг. Спасибо, хоть Фатима выручила, она согласилась взять Киску к себе, пока мы определимся, каким образом переправить ее в московскую клинику, где лечатся наши подопечные. А потом выяснилось, что ее знакомая на днях летит в Москву и может взять с собой пушистую попутчицу. Это было чудесной новостью, но кажется только для нас. Ведь женщина, которая нам ее отдала, судьбой кошечки больше не интересовалась. Это называется «с глаз долой, сердце вон». К счастью, перед этим я уговорила ее завести киский ветпаспорт и оплатила прививки. Далее через Фатиму мы купили переноску и оплатили самолет. А после с нетерпением ждали прилета необычного рейса. На дагестанскую пленницу было решено назвать Дариной, подразумевая подаренный шанс на новую жизнь. Кажется, кисульке было уже все равно, куда и с кем лететь. Тихая мурчунья с благодарностью принимала любое внимание и вела себя очень скромно. Ночью в аэропорту Внуково Дарину встречала наша московская куратроля, которая удивилась хрупкости и миниатюрному размеру пушистого пассажира. Ждем. Уже самолет приземлился. Сейчас встречаем нашу кису Дарину. Да, сколько у нас было? А, документики. Да, паспорт. Ой, маленькая совсем, клеточка. Ой, ты моя сматкая. И моя подушечка. Вот это вот. А, да, да. Очень классно. Здравствуйте, друзья. Вот мы приехали с Дариной ко мне домой. Вот. Кисонька наша хорошая. Видите, что с лапкой у нее. Вот непонятно что, в общем. Лапа вообще, вот видите, как болтается. Вон, вся. Скорее всего, как говорили, здесь надо две операции. Но завтра наши врачи выходят. Сейчас она ночует у меня. Время три ночи. Поэтому мы покушаем. Сейчас покормим ее. С утра анализ задавать. Переночует она у меня. И с утра мы едем в клинику. Наши врачи выходят. И будем решать, что с ней. Только по прилету мы впервые смогли рассмотреть эту молоденькую кошечку, которая оказалась не то шотландкой, не то британкой. У нее была плюшевая шерстка, большие глаза, маленькие ушки и почти плоская мордочка. Ночевала Дарина Оле дома, а утром она отвезла нашу маленькую дагестаночку в стационар, где ее тут же окружили самые лучшие врачи, которых мы снова попросили выйти на работу внепланово ради нашего особенного пациента. Кошечка Мурчунья с золотым характером очаровала персонал с первого взгляда. Соберемся с ТПСом. Проблем, в общем-то, у кошки не будет. С царем. Ага. То есть она может и нормально уже. Она, конечно, она будет прикрамывать. В принципе, не так, как больше идет. Да. И пифис, и метафис. И они, в общем-то, просто отвалились, так как на тот момент еще не были приращены. Мы купили Даринке все необходимое – мисочки, еду, вкусняшки, игрушки и мягкий лежак. Она с удовольствием занималась игрушками и даже на время забыла о боли. У Дарины взяли все анализы. Уже на следующий день была запланирована сложная операция, которая обошлась нам в 45 тысяч. Ведь без помощи киска находилась слишком долго, и там все было очень запущено. Несколько дней назад Дарине благополучно починили лапку, и она уже потихонечку восстанавливается. Возможно, останется легкая хромота, но зато она сможет наконец-то полноценно жить, забыв про боль. Да, все. Ты в тепле и в сухости. Сейчас тебе сделают лапку, и все будет окей. Да, Даринка? Все будет окей. Ой, все тебе купила, Инна. Вот, Даринка, а что ты все в туалетике под капельницами? Ой, ты мой солнышко. Корм есть, да, у нее по капельной салфеточки, корм, пеленки я взяла еще тогда. В течение нескольких дней нам желательно выписаться из больницы, потому что наши врачи уволены. А выписываться некуда, ведь у Дариночки нет дома, и того, кто мог бы позаботиться о ней в дальнейшем. Эта маленькая и мега ласковая кошечка мечтает обрести свой уголок и доброго человека, который поможет ей забыть все ужасы прошлого. Звоните и приезжайте знакомиться. Киска находится в подмосковной клинике. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки и делать репосты. Так о героях моих роликов узнает гораздо больше людей.